Представляем котел на 300 литров с конусным дном, с гидравлической крышкой, дно конусное, датчик внизу, мешалка с фуропластными скребками, 4 зажима, пульт управления. Это значит у нас подъемный механизм, опускаем его, подъемный механизм опускаем, то есть крышка плавно опускается. Зажимаем зажимами, через зажима на крышке расположен люк, обслуживание, кран для сброса давления, полдюймовый. И проточность, проток сюда заходит и отсюда выходит, то есть проточный нагрев идет. Сюда выходит клапан аварийный сброса, давление для контроля давления в рубашке, это кран выгрузки ДУ-50, труба внизу как бы стоит. То есть лук открываем, внизу труба ДУ-10 для выгрузки. И на крышке стоит манометр для контроля давления в самом баке, мешалка реверсная влево-вправо, с ней терморегулятор для контроля температуры продукта внутри котла. Включаем сетевую кнопку, мешалка у нас реверсная в одну сторону, регулируется резистором, либо быстрее, либо медленнее, либо быстрее, либо другую переключаем. Ну и контролируем температуру продукта по терморегулятору. Мешалка 85 киловатта, потом когда надо будет продукт выгрузить, то есть закрыли мешалку, закрыли крышку, продукт месяца и греется темно-носителем со стопластами и скребками. Контролируется, отсюда контролируется, отсюда выходит, отсюда выходит, отсюда выходит. Так, и, значит, у нас вот общий кубничный котла, это, значит, тут сама система подъема, механизм подъема самой крышки котла. Все, котел готов к работе.